Добрый день, дорогие друзья! Говорит и показывает Киев, штаб-квартира Европейской Лиги Ветеранов. Мы находимся на НСК Олимпийском, на главной футбольной арене. НСК Олимпийский принимает сегодня нашу жеребьевку. Ну а жеребьевка у нас сегодня пройдет международного ветеранского турнира по футболу Малага Футбол Кап. Ну и у нас прекрасная инсталляция Малага Футбол Кап. И здесь НСК Олимпийский пока что еще под снегом, естественно, потому что у нас зима. Ну а мы все, конечно же, соскучились по футболу. Ну а Испания, прекрасная Испания, примет скоро Малага Футбол Кап. Ну а помогут мне в этом легенды украинского футбола, не побоюсь этого слова, звезды Киевского Динамо и сборной Украины Владислава Щука и Сергей Коновалов. Друзья, да, как настроение, скажу так напрямую, кто и сколько раз из вас был в Испании? Влад, можно сказать, был в Иерархе. На самом деле замечательно, что сегодня снег, а будете играть тепло, в тепле. Поэтому, я думаю, великолепный контраст, но я думаю, что самое главное без страха. Ну, Сергей, контрастный, ну какой контраст, не очень великолепный. Представить, что там будет сейчас зеленый транспорт. Ну, мы в Испании были, к сожалению, да, как говорится Владимир Владимирович Лозенский. К сожалению, очень много раз. Какой город запомнился вам из всех? Практически все из-за гражданства вы видели всю Испанию. Нет, скажи, стадионы изучили. Да, стадионы и дорогу к стадиону. Нет, почему? Я недавно был в Барселоне. Под Барселоне был возле моря. То есть, все великолепно. До моря не дошел, да? До моря не дошел, дошел. Владичку употрогал. Хорошо, друзья, я напомню, что Малага Футбол Кап у нас пройдет в Испании. На родине Пабло Пикассо и Антонио Бандераса. Кстати, господин Бандерас очень любит футбол, обещал посетить наш турнир. Кстати, да, можно будет, да, сфотографироваться и Сергеем Коновалом. Друзья, ну, кроме того, что у нас еще есть украинские футболисты, которые играют и живут в Испании, и они тоже обещали быть. Ну, и вот у нас хороший пример. Селезнев у нас наш друг только-только подписал контракт. Так, ну, а я скажу, что у нас даты с 24 по 25 января 2019 года. Малага и Беналь Мадена принимают наш турнир. Официально организаторы турнира Европейская Лига Ветеранов и компания Медиатим. Официальный мяч Селект, прошу любить и жаловать, но я думаю, что уже довольно известная марка этих мячей. Селект Бриллиант Супер. Вот у нас этим мячом будут играть наши ветераны. Ну, я думаю, что называть их ветеранами, как Сергей. Любители футбола. Любители футбола. Не любители и не ветераны. Просто друзья Бендераса. Те, кто молодых душевых. Те, кто живут футболом. Те, кто живут футболом. Согласен. Партнеры. Партнеры. Селект Спорт Украина. Адвокатское бюро Юрченко, Юрий и партнеры. Аматорский спорт Украины. И компания Международный фестиваль футбола и культуры. Друзья, у нас 10 команд, которые уже точно подтвердили участие. Сейчас мы будем жеребить 2 группы по 5 команд. Участники у нас. Команда из Польши. Раньше топала. Old Boys. Команда из Испании. Карпаты. Alcala de Henares. Команда Benal Modena Team. Тоже испанская. Команда Tuma. Представляет Вильнюс. Литва. Команда ветеран из Могилева. Беларусь. Сборная Эстонии. Команда Киевский. У нас Легион 21. Известный клуб киевский. Vasco da Gama. Еще одна известная команда. Niva. Которая представляет Петропавловскую Борщеговку. Ну и Альфа Пак. Тоже чемпионы. У нас Одесса. Украина. Вот у нас 10 команд. Перед тем, как перейти к жеребевке. Быстренько про анонс наших мероприятий. Которые запланированы на ближайший год. С 4 по 6 июля 2019 года в Киеве у нас пройдет Киев Футбол Кап. Фестиваль футбола. С 15 по 22 сентября в Грузии, в Кутаисе, будет Международный фестиваль футбола и культуры Джорджия Фест. С 7 по 9 ноября 2019 Турция, Анталия и Белек, Анталия Футбол Кап. С 23 по 26 января, это уже через год, 2020 года в Испании. Малага, Бенальмадена, Марбелия, Международный фестиваль футбола и культуры Андалузия Фест. Ну и 21-26 апреля в следующем году, в 2020 на Мальте, Международный фестиваль футбола и культуры Мальта Фест. Все, друзья, начинаем жеребьевку. У нас разбиты культура и футбола. Культура и футбола, да. Физкультура, культура и футбола, друзья. Смотрите, Влад тогда отвечает за команды, а Сергей отвечает за номера. Сначала по регламенту мы разводим по разным корзинам и хозяев. Испанские команды, Карпаты, Алькала, Дехинарес и Бенальмадена, Тим. Влад, прошу две команды запаковывайте. Давайте я вам, да, вот эту команду помогу. От Сергея ждем вот номеров. То есть команды мы тогда запаковываем в этот бассейн. Да, бросаем. Это тоже? Нет, это вторым заходом. Мы разведем дальше соседей. Литву и сборную Эстонии. Так, есть у нас один номер и сейчас будет второй номер. А я как раз буду записывать результаты, ну а потом мы уже огласим все результаты. Есть, давайте я помешаю. Раз, два. Влад, прошу. Раз, два. Команда. Раз, два, раз, два. Влад тоже раз, два сделаем. Так, друзья, первая команда у нас. Карпаты. Карпаты. Итак, Карпаты у нас. Сергей, прошу, под вашей рукой сейчас с Карпатой отправятся. В какую-то... Отправятся точно куда-то. Когда куда-то отправятся. Аль-Кала-де-Хинарес, испанская команда с прекрасным названием Карпаты. Итак. Группа 1-B. Группа 1-B. Итак, Карпаты у нас отправляются в группу B. Влад, прошу, вторую команду. А. Карпаты, да. Ну, понятно, что... Я тут помешал, помешал. Да, понятно, что это Бен Альмадена Тим. Ну, и сейчас Сергей посмотрит, какая у нас группа. Это сейчас будет очень сложно догадаться из лучшего. Ну, я уже записал, но на всякий случай, да, Сергей сейчас откроет. Группа 1-B. Итак, группа A. Итак, Бен Альмадена у нас идет в группу A, Карпаты идут в группу B. Так, друзья, теперь мы разводим... Красиво так сделал. Да, теперь мы разводим... Эстония. Да, соседей, соседей сборной Эстонии и команда Тума, Вильнюс, Литва. Я тогда вот помогу запаховать наших литовских друзей. Вот, сейчас Влад уже... Грин, стрелочек, да. Все. Начинаем. О, не надо, наверное, я сейчас сделаю. Все, Влад, сам, 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 сам. Вот уже и подмешил. Да, ну, ничего, ничего. Я думаю, состав участников сильный, так что тут уже... Джеребек это условно. Все, главное будет во второй день соревнований, когда уже будут... Я думаю, последний. Последний. Перезарь, что вы любите футбол. Да. Все, Влад тянет. Что, если футбола. Влад тянет. Сергей, можете тоже тянуть. Итак. До примечья, по-моему, дойдем. Тума. Тума, команда Тума, Вильнюс, Литва. Команда Тума отправляется в группу B. Итак, группа B, команда Тума идет в группу B. Ну, а, соответственно, сборная Испании... Ой, Испании, Эстонии. Эстонии, Эстонии. Да, в группу A. Сейчас Сергей у нас... Чтобы... Сборная Эстонии. Сборная Эстонии, говорит Влад. А группа A, говорит Сергей. Все предельно четко и ясно. А теперь, друзья, мы жеребим четыре киевские команды. Вот теперь я уже помогу. Помогу, потому что у нас аж четыре команды из Киева, ну, из Украины, скажем так. Потому что там есть... У нас не только Киев, Петропавловская Борщаговка, которая представляет Киевскую область. У нас есть команда еще и, конечно же, из Одессы. Так что... А команда Бандераса не тоже? Бандераса пока нет. Я думаю, что на следующий год мы можем ее привлечь. Звезды кино. Так, это мы убираем из Капитана. Да. И болельщик есть, звездный. Да. Есть. Это у нас Могилев, да, Беларусь, и топола Польша. Тоже соседи, мы их уже пятым заходом. Отдельно, да? Отдельно, да. То есть у нас четыре команды, представляющие Украину и четыре номера с группой. Все, Влад, прошу, тянем первую команду. Кручу, верчу, поймите, хочу. И так, команда Нива, Петропавловская, Борщаговка, которая представляет Киевскую область. И сейчас Сергей нам скажет... Так, подправляется. Да, куда она отправится? В группу А. Итак, группа А. У нас Нива, Петропавловская, Борщаговка. Легион. О, Легион 21, известный клуб, у которых не только ветераны, еще и дети, ну там, и юноши. В общем, известный клуб. Да, сейчас посмотрим, какую же группу. Группа Б. Группа Б. Вот, Легион 21 у нас идет в группу Б. Васко да гамма. Васко да гамма. Не бразильская, но украинская команда, тоже очень известная, где играют настоящие звезды. Ну, а сейчас посмотрим, Сергей отправит их в группу Б. Итак, группа Б. Васко да гамма. Васко да гамма, группа Б. Альфа-Пак. Альфа-Фак, Одесса. Я так понимаю, что она в группе А, но Сергей сейчас... Ну, мы посмотрим, конечно же. Группа А. Группа А, Альфа-Пак. Итак, Альфа-Пак у нас, одесская команда, идет в группу А. И сейчас у нас осталось две команды по жеребии, друзья. Это у нас команда из Польши. Команда из Польши, которая называется Ранчо Топола Олдбойс. Ну, и команда из Беларуси, ветеран Могилев представляет эта команда. И сейчас мы узнаем, в какую, в какую, кто пойдет в группу. Все, Влад, прошу. Тири-тири-тири. Да. Без музыкального запрожения. Музыка будет там, в Испании. Можем включить, да. Музыка в Испании. Музыка в Испании. Ветеран. Итак, команда ветеран. Беларусь, город Могилев. И Сергей сейчас отправит их в какую-то группу. Группа А. Группа А, друзья, ветеран, идет у нас в группу А. Ну и Ранчо Топола. Ранчо Топола, польская команда, наши соседи, польские друзья. Идут в группу Б. Ну а я думаю, что сейчас Сергей. Группа Б. Группа Б, да. Ранчо. Литва, Литва, Легион 21 Киев, Васко до Гамма, еще одна украинская команда, и Ранчо Топола, Олдбойс. Это команда из Польши. Расписание матча, а также вся информация о нашем турнире на сайте и в социальных сетях Facebook и Instagram Европейская Лига Ветеранов. Друзья, ну, я хочу поблагодарить Влада Ващука, Сергей Коновалов, тоже сегодня у нас был в гостях. Я думаю, что всем можем пожелать удачи, ну, а чуть-чуть позже ожидайте интервью наших звезд, которые пожелают хорошего футбола и хорошей погоды. Друзья, на поляк Испании. Да. Да, видимо, да. Видимо, у тебя большие планы, да? Ну, мало ли, может, проездом заскочу. Все, друзья, спасибо. Спасибо.